Межправительственная российско-сирийская комиссия в Сочи стала уже девятой в своей истории. Цель – торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество. Во вступительном слое вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что российские власти высоко оценивают итоги состоявшихся в Сирии выборов и выразил надежду, что результаты голосования укрепят безопасность в стране, которая с 2011 года живет в условиях гражданской войны. Сегодняшнее заседание увенчало трехдневные переговоры. Главный итог работы – это позитивные достижения в области сотрудничества, в экономической и социальной сфере между Россией и Сирией. Значительная часть проектов взаимодействия инициирована сирийской стороной. Проекты связаны в том числе с послевоенным урегулированием экономики страны. Сирийцы будут просить помощи и в энергетике, и в строительстве, и в медицине. Прокомментировал Дмитрий Рогозин и информацию, которая появилась в СМИ, о якобы просьбе сирийских властей предоставить госкредит в один миллиард долларов для решения социальных задач в стране. Мы не склонны были бы, после того, что я сказал, дальше развивать эту тему, потому что она требует дополнительной проработки, во-первых, а во-вторых, в целом, не в том состоянии, что сейчас находится Российская Федерация, и уж тем более Сирия, чтобы раскрывать все наши секреты тем, кто сразу же эти наши секреты будет использовать, чтобы противостоять нашим проектам. В завершении трехдневной работы комиссии были подписаны несколько важных соглашений. Это договор о сотрудничестве в таможенных делах. Сирийцы подали официальную заявку на вхождение в зону свободной торговли Таможенного Союза. Россия пообещала оказать Сирии в этом вопросе поддержку, что крайне важно для обеих сторон в условиях западных санкций. Мы разворачиваем и, собственно говоря, наше сотрудничество в сторону обмена товарами, теми, которые Сирия может поставлять, и в которых она сама нуждается со стороны России. И второй документ подписали министры экономического развития двух стран. Следующее заседание межправительственной комиссии пройдет на сирийской стороне в Дамаске в следующем году. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.